Татарская автономная социалистическая республика с самого своего образования взяла курс на ударное развитие промышленности. Возможных путей к светлому будущему оказалось несколько. И здесь огромный вклад сделали те, кто по закону тех времен трудиться был обязан. В 70-е годы в нашей стране очень широко использовалась так называемая промышленная кооперация. Говоря современным языком, это аутсорсинг, когда крупная промышленная компания делегировала определенные полномочия, делегировала определенную работу, какие-то технологические процессы другим более мелким предприятиям и организациям. И исправительным учреждениям такая форма работы была очень выгодна, потому что она позволяла в долгосрочной перспективе организовать в исправительном учреждении стабильный производственный процесс. И осужденные были обеспечены работой, обеспечены заработной платой. Во времена построения коммунизма труд считался одним из главных условий перевоспитания осужденных. Сами же заключенные, помимо педагогического воздействия трудотерапии, получали и другие преференции. Право на условно-досрочное освобождение, смягчение условий содержания и возможность, например, платить алименты за счет зарплаты. Если говорить о роли нашего учреждения в развитии потенциала республики Татарстан, то тут надо учитывать два момента. Первое – обеспечение рабочей силой объектов строительной индустрии в Казани, так и организации собственного производства. Основной специализацией казанских колоний были литейное, швейное производство, сельхозработы, выпуск товаров народного потребления и строительство. Приезжают специалисты, определяют, в зависимости от условий колонии, какая номенклатура может выпускаться в этом учреждении. Все обсчитывается, все это дело взаимовыгодно. Большинство советских людей бодро и дружно начинали свое утро с того, что пальцем продавливали металлические разноцветные крышки на бутылках с молоком и кефиром. Дети, вы помните, кефир в бутылках стеклянных, тоже для них. То есть это против кефир. Основная вся потребность в Казани удовлетворяла за счет наших изделий. Легендарные, знакомые каждому мясорубки, мебель и разделочные доски, печи и литые варочные поверхности для них, навесные замки и пожарные рукава, которые были в каждом советском доме. По объемам производства, по валовому продукту в конце 80-х годов до перестройки мы были где-то на третьем месте в Советском Союзе по общей валовой продукции среди всех предприятий этих. Но пределами Советского Союза потребности в продукции татарстанских колоний не ограничивались. Самым активным заказчиком была дружественная Куба. В начале 70-х годов у нас освоены были следующие виды продукции. Это спецпресса для производства отчетских паспортов. Вот они и находятся. Эти спецпресса изготовились как для Казани, Республика, Советский Союз. Часть паспортов уходила на Кубу. На каждой советской улице каждому советскому человеку красным, желтым и зеленым светом подмигивали светофоры. И родиной практически каждого такого дорожного агрегата была Казань. А точнее, исправительно-трудовая колония номер 19. Следующая продукция светофоры в 1976 году начали уже в выпуске. Это светофоры диаметром 273 мм. Мы были единственными изготовителями поставщиков этих светофоров по всему Советскому Союзу. От Бреста до Камчатки. И часть отправляли на Кубу. Для Олимпиады 1980 года в Казани произвели огромную партию специальных светофоров увеличенного радиуса, которые в народе так и прозвали «Олимпийские». В советском фольклоре прижилась шутка, что в Союзе не существует профессии ремонтника светофоров, потому что казанские светофоры попросту не ломаются. Опять же, поставка была не только по республике, но и по всему Советскому Союзу. Лет 40 они стоят. Практически они стояли и сейчас кое-где дальше стоят. Вижу цель, не вижу препятствий. Зачастую главный принцип работы деятельных людей. В 70-е годы прошлого столетия в Менделинскую колонию номер 10 пришел на службу Равкат Ахметов. Дела у колонии шли не шатко, не валко, и новый начальник решил бороться с этим весьма бескомпромиссным способом. «Ахметову, начальнику колонии, такое положение дело не нравилось, его не устраивало. Надо сказать, что он был начальником очень грамотным, очень амбициозным. И он принял решение в сентябре 77-го года написать письмо, в котором изложить свои предложения, как поднять производственный сектор в учреждении. Но дело в том, что это письмо он решил написать в обход своего непосредственного начальства, руководства, напрямую председателю Совета Министров СССР Алексею Косыгину. Для молодежи объясню, что эта должность равнозначно должности премьер-министра Российской Федерации сегодня». Бюрократическая машина сработала четко, и уже через неделю Косыгин поставил свою резолюцию на письме. Рад с предложения принять и приступить к выполнению. Инициативу оценили не все, и из Москвы в Мензеленск срочно выехал представитель главка с заданием снять с должности самовольного рационализатора. «Когда москвич заходил в кабинет, он сразу же с порога, строгим голосом спросил, это вы писали письмо Косыгину? На что Ахметов спокойно ему ответил, да, писал, и могу сейчас взять трубку и еще позвонить. Ну, такой ответ вообще обескуражил как бы московского гостя. Никто, естественно, не стал проверять, сможет ли он позвонить Косыгину, и дальше уже у них был конструктивный разговор». И такая конструктивность дала свои плоды. Благодаря привлечению квалифицированных работников из числа осужденных, завод «КамАЗ» получил дополнительные цеха по производству всей проводки, деталей и топливных баков для своих грузовиков. А помощь активно тогда строящемуся Советскому Союзу была нужна. Цели ставили настолько грандиозные, что зачастую банально не хватало рук. «Какие эти стройки были? Это цеха завода синтетического каучука, производственные здания завода «Искош», цеха завода «РТИ» резинотехнических изделий, очистные сооружения города Казани, кабинет здоровья и объекты еще социального назначения». Заключенные колонии получали среднепрофессиональное образование и поэтому активно отстраивали будущий жилой фонд. В каждом районе Казани по сей день стоят кварталы, построенные осужденными. «Практически ежегодно сдавали 100-квартирный дом. В мою бытность, например, когда я служил, я тоже получил квартиру, например, именно в таком доме». Десятилетия, которые эти дома уже простояли, наглядно показали, что не важна личность строителя. Главное – умелые руки и желание этими руками работать. «В 82-м году объем выпускаемой продукции был 4 миллиона, где-то так, и потом до 88-го года, значит, где-то по миллиону все это дело прибавлялось. В 87-й год 9 миллионов». Сто лет прошло с образования ТАССР, и за этот век кардинально поменялись не только уклад жизни и окружающий нас мир. Поменялись сами люди. Неизменно лишь то, что каждый из нас каждый день творит историю, даже если сам об этом пока не догадывается. ТАССР 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 Редактор субтитров А.Семкин